Эта встреча положила начало новой традиции. Личные приемы граждан Константин Затулин как член Общественной палаты Российской Федерации намерен проводить ежемесячно. Откроются общественные приемные и в районах, где обращения граждан будут рассматривать помощники Константина Затулина. Первая встреча в основном была посвящена вопросам ЖКХ, капремонта и проблемам ветеранов. Но были и обращения не только личного характера. Уже несколько лет общественник и ветеран спорта Григорий Гвазава борется за то, чтобы имя великого советского футболиста Славы Митревели вернули центральному стадиону курорта. До недавнего времени так и было, пока спортивный объект не перешел под управление центра Югспорт. Хотя по привычке сочинцы продолжают называть стадион именем Митревели. А рядом с ним установлен бюст спортсмена. Справедливость, по словам общественника, должна восторжествовать. К слову, 30 мая исполнится 80 лет со дня рождения Славы Митревели. Он в сборной мира играл вместе с Яшином и с Блохиным. Только трое за 110 лет советско-российского футбола внесены в книгу памяти FIFA. А туда вносят только великих. Вопрос о возвращении имени стадиона усложняется тем, что центр спортивной подготовки, в состав которого входит и стадион, находится в федеральной собственности. Поэтому решение о переименовании должно быть принято в Министерстве спорта. Обращение туда Константин Затулин направит в ближайшее время. Поднимались на встречи и вопросы о предоставлении жилья многодетным семьям. Вдова ветерана военных действий Виктория с 2004 года живет в съемных квартирах. Семья продолжает расти, а собственного жилья до сих пор нет. Женщина обратилась с просьбой посодействовать в разрешении проблемы и помочь написать ходатайство. Константин Затулин заверил, что окажется действие в решении этого вопроса. В частности, многодетные семьи имеют право на получение земельного участка под строительство. Женщину такой вариант устроил. Теперь подготовкой документов на получение участка займутся юристы приемной. Однако среди проблем были и такие, решения которых возможно только на уровне федерального законодательства. Эти вопросы, конечно, должны решаться путем изменений законодательных актов. К ним накопилось много претензий не только у рядовых граждан, но, как мы знаем, из прямой линии с президентом, у самого президента Российской Федерации. И мне кажется, что вот на этом будущего состава Государственная Дума должна сосредоточиться. Что касается вопросов, которые можно решить на уровне муниципалитета, будут переадресованы в мэрию. Их Константин Затулин пообещал передать главе города лично. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.